Пещера Шаве В Шаве сохранились свыше 400 рисунков, на которых изображены лошади, мамонты и медведи. Работами руководил Паскаль Террас. Целью стало аутентичное воссоздание вплоть до мельчайших деталей того, что имеется в пещере. Мы стремились к тому, чтобы передать не только форму, но и суть того, что есть в гроте Шаве, который стал фактически чем-то вроде колыбели для всего европейского изобразительного искусства, полностью дошедшей до наших дней. Случайно во время экспедиции, которую затеял увлекавшийся спелеологией Жан-Мари Шаве, честь открытия связана с ним навечно. Пещера вошла во все специализированные справочники и исследования, получив имя своего первооткрывателя. На скальной росписи отлично сохранились из-за того, что грот Шаве был отрезан от внешнего мира со времен ледникового периода из-за падения крупных скальных обломков перед его входом. Грот был закрыт для общественного доступа. Любое заметное изменение влажности воздуха может привести к повреждению настенной живописи. Право посетить грот Шаве, но лишь на несколько часов и с соблюдением ограничений, могут получить лишь немногие археологи. Это известное изображение. Оно чрезвычайно популярно и эффектно. Лошадей можно рассматривать под разными углами зрения. Фактически это наскальная живопись в формате 3D. Найденные в пещере кости в основном принадлежат медведям. Остается вопрос о причине нахождения такого количества медвежьих костей. Возможно, жители пещеры исповедовали некий культ. В 2010 году Вернер Херцег снял о загадках грота Шаве и его окрестностей документальный фильм «Пещера забытых снов». Все фрагменты наскальной живописи выполнены с невероятным мастерством. При этом стоит обратить внимание на чувство композиции. В общей сложности на создание точнейшей реплики грота Шаве было истрачено 55 миллионов евро. Площадь самой пещеры составляет 8,5 тысяч квадратных метров, а площадь ее копии в два с лишним раза меньше – 3,5 тысячи квадратных метров. Самым важным было соблюсти пропорцию. Структура всего грота Шаве представлена тут в точности до мельчайших деталей и сантиметров. Это было сделано сознательно, потому что важно было сохранить то впечатление, кто помнит всякий, кому посчастливилось самому посетить грот Шаве. Копия пещеры Шаве открывается для публики 25 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok